Всем привет! Меня зовут Аня, вы на канале Эд Нарисовала Гордость. И пока я пью свой утренний кофе и выбираю, какую пластинку мы будем слушать, пока я буду собираться, я хочу рассказать вам о формате видео, которое сегодня задумала. Долго думала, что же такого придумать на осень, и решила вам предложить сводить себя на свидание. Мне кажется, что осень это очень хорошее время для того, чтобы как-то познавать себя, проводить время наедине со своими мыслями, отдаваться каким-то творческим порывам, если вы к ним, конечно же, склонны, но при этом как-то не налегать на себя слишком сильно, потому что осенью очень многие ловят хандру, поэтому нужно подходить ко всему лайтово. И мне кажется, что именно такой формат, когда вы просто в выходной день куда-то выходите, предварительно как-то подготовившись, ну просто чтобы вам было комфортно, и проводите время наедине с собой, за своим любимым делом, рисуете или читаете книгу, или может быть просто слушаете музыку. Мне кажется, что такой формат времяпрепровождения, он будет довольно-таки успокаивающим, он будет бережным к себе, и именно сегодня я хочу заняться сама таким времяпрепровождением. Мой обычный повседневный макияж очень простой, я использую тушь, карандаш для бровей и гель для бровей и помаду. Сегодня в себе не изменяю и точно так же крашусь на свидание с собой. Лук мой состоит из джинс, топика и пиджака, который скорее служит просто элементом стиля, потому что на улице было довольно-таки тепло. Также я решила выгулять свои новые ботильоны, потому что на свидание с собой хотелось нарядиться. Надеваю свои любимые колечки в уши, пшикаюсь любимым ароматом, и сегодня решила надеть как можно больше колец. В повседневной жизни редко ношу столько, потому что работа не позволяет, но на выходных отрываюсь и ношу много колец. С собой беру обязательно карманный скриппук, я ношу его с собой в сумке даже тогда, когда не собираюсь рисовать вне дома, и выбрала для себя осеннюю книгу. У меня сейчас какое-то внезапное осеннее настроение, и хочется как можно больше этой всей атмосферы вокруг себя создать. С погодой мне сегодня повезло, было солнечно, приятно, и вот такая красивая инсталляция около кофейни, в которую я пришла, ну, очень располагает к осени и к чтению. Это мне подходит. Я начала рисовать сразу же, как только пришла, посчастливилась мне занять столик около окна, как я и хотела, и для себя взяла огромную чашку капучино и вкусный тортик. Нужно себя баловать. Да, тортик был очень вкусный. И сейчас хочу немножко поболтать о том, как я вообще рисую в кофейне. У меня есть об этом довольно большое видео, которое посвящено исключительно рисованию вне дома, о том, как не бояться чистого листа. Но проблема в том, что я сама иногда прихожу с чистым листом в голове и не знаю, что нарисовать, когда я прихожу в кофейню. Если это спонтанно, и у меня нет какого-то заготовленного скетча, то я стараюсь посмотреть вокруг и найти что-то, что я, возможно, не умею рисовать, или что-то, что я могла бы просто срисовать. Это может быть интерьер кофейни, это может быть какой-нибудь интересный предмет, ну или, конечно же, люди, которые нас окружают. Я вот посвятила около 15 минут очень неспешному, неторопливому рисованию орхидеи, которые стояли рядом со мной на окне. Цветы я рисую, хотя и довольно часто, но в основном это довольно однопразные цветы, которые очень упрощены. Орхидеи это сложный цветок, и его я, наверное, никогда не рисовала до этого дня, и, мне кажется, это был тоже классный опыт. Нужно подмечать какие-то вещи, которые нас окружают, и мне кажется, что вот в такие дни, когда вы куда-то выбираетесь, чтобы порисовать, именно такие визуальные заметки на полях скетчбуков и делают скетчбуки для нас настолько ценными, потому что потом, пролистывая его сквозь года, да даже спустя месяц приятно будет увидеть и вспомнить осенний денечек, который я провела утром в кофейне. И вот так это выглядело. На одной половинке разворота у меня интерьер кофейни, мой столик, мой вкусный тортик, а рядом несколько цветочков с подоконника рядом со мной. Дальше я решила нарисовать себя. Я очень часто, когда не знаю, что нарисовать, рисую вот такие вот мудборды, и вам советую. Это тоже очень хорошая визуальная память. Я нарисовала себя и какие-то осенние штучки. Кстати, да, если вы знаете какую-нибудь классную, дарк-академичную книжку, посоветуйте мне. Я буду ждать совета в комментариях. Очень здоровское солнышко, прямо повезло мне с ним. И, кстати, пока листала скетчбук, вспомнила свое другое недавнее свидание наедине с собой, в котором я вырисовала пацанов в моем новом концепте с ангелом и ковбоем. Это свидание с собой выйдет на бусте уже в эти выходные. Так что, если интересно, можете посмотреть. Дальше я решила, что книжку я взяла с собой не просто так, и нужно ее почитать. Очень давно я хотела вернуться к Рэю Брэдбери. Это один из моих любимых подростковых писателей. И я довольно давно к нему не возвращалась. Очень хотела именно осенью перечитать его «Канун дня всех святых». Но зашла на ВБшку и увидела новое издание, рассказов, которые, по-моему, практически не издавались на русском языке. И решила, что для моего осеннего настроения это подойдет как нельзя лучше. Потому что к рассказам я не обращалась довольно давно, и мне интересно, как я восприму их сейчас. Вам обязательно расскажу о том, понравилась ли мне эта книжка. Скорее всего, в одном из влогов. А тут я показываю, как медленно я пью кофе. Конечно же, домой иду не с пустыми руками, а с эклерами для Катюши. И я решила еще немного прогуляться по парку, потому что прочитала в кофейне всего лишь один рассказ. Мне хотелось еще немного почитать, потому что погода позволяет. Хочется больше времени проводить на улице. У меня этим летом, если честно, какая-то влюбленность в улицу случилась, потому что я очень много гуляла. Давно со мной такого не случалось. И как будто бы вот каждые выходные хотелось выйти порисовать в парк, почитать книжку, поехать куда-нибудь за город. Мне это очень понравилось. И скажу честно, книжка классная. Под осенний вайб она подходит. Мне кажется, как только наступит октябрь, а он уже совсем близко, практически стучится в двери, мне кажется, тогда эта атмосфера будет еще больше цеплять, еще больше подходить осенью. Так что, если вы любите рассказы, если вы читали Рея Брэдбери, то обратить внимание стоит. Дальше совсем немного осенней атмосферы. И если честно, мне хотелось зайти в цветочный и посмотреть какое-нибудь новое комнатное растение. Но, к сожалению, большой магазин с комнатными растениями был закрыт в воскресенье. И я зашла просто в обычный цветочный и взяла небольшой букетик для того, чтобы как-то продлить ощущение праздника. Мне нравится радовать себя небольшими мелочами. со временем к этому приходишь. И хочу и вас вдохновить на это. Подарить себе какой-нибудь небольшой кусочек приятного момента. Это очень ценно. Мне кажется, что нужно напоминать себе о том, что вы себя любите. Мое видео подходит к концу. Осталось уже совсем немного. Сегодня короткое. В следующий раз будет обязательно длинное. В конце видео хочу вас позвать в мой телеграм-канал. Там сейчас очень много всего о моей жизни. Каких-то процессов. Так что приходите обязательно. Будем с вами общаться больше. И также хочу вас позвать на мой бусте. Потому что там выходит целых два дополнительных видео. А в этом месяце даже больше. И все-все-все мои картинки, которые я рисую. Так что если хотите поддержать мое творчество, то зову вас туда. А вам хочу сказать большое спасибо за то, что вы досмотрели видео до этого момента. И увидимся с вами уже через неделю. Пока!